Инаугурация избранного губернатора Курганской области Вадима Шумкова назначена на 18 сентября. Стоит напомнить, что после инаугурации правительство Курганской области по закону должно в полном составе уйти в отставку. Действующие его члены будут работать в статусе временно исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства. Предположительно, кадровые изменения в органе власти ожидаются, но не глобальные. Напомним, что на выборах губернатора 8 сентября Вадим Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов. 10 сентября итоги выборов официально подтвердил обу избирком. Один из участков проспекта машиностроителей в Кургане с 15 сентября будет закрыт для движения из-за реконструкции путепровода, известного как мост ЖБИ. Ремонт может продлиться до декабря 2021 года. Ремонт моста ЖБИ в Кургане будет проводиться предприятием «Курган Стальмост» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ превышает 1 миллиард рублей. Работу необходимо выполнить за 26 месяцев. Однако есть вероятность, что строительство закончат уже в конце 2020 года. Путепровод длиной почти в полкилометра построен более 40 лет назад. Он соединяет центр Кургана с Заозерным районом, где проживает треть населения города, и другими микрорайонами. Ежедневно по мосту проезжает до 16 тысяч автомобилей. В начале декабря 2018 года из-за угрозы обрушения по нему запретили двигаться пешеходам, а также перекрыли крайние полосы для движения автомобилей. В единый день голосования жители села Белозерское выбрали мероприятие по благоустройству районного центра. Всего в голосовании приняли участие 1151 житель. Больше всего голосов 606 отдано за проект номер один благоустройства Центральной площади. Избранный народом объект будет благоустроен в 2020 году. В Глядянской детской музыкальной школе приступили к ремонту. На это выделено 4 миллиона рублей. Работы начаты с ремонта системы отопления, которая будет полностью заменена. Также идет ремонт в Глядянской детской юношеской спортивной школе. На данные мероприятия выделено 1,5 миллиона рублей. На сегодняшний день новая система отопления практически готова. Впереди работы по замене окон, устройство полов, побелка и покраска. Ремонт проходит строго по графику. Реформу, которая приведет к значительному сокращению чиновников в Курганской области, начнут с Петуховского и Макушинского районов. В этих районах опрошено более полутора тысячи жителей. Значительная часть опрошенных позитивно оценила перспективу преобразования муниципального района в муниципальный округ. В Петуховском муниципальном районе 83,7%, в Макушинском районе 80,1%. Опрос проводили в единый день голосования 8 сентября возле избирательных участков. Петуховский и Макушинский районы выбраны как одни из самых депрессивных муниципалитетов области. Преобразования могут начаться уже в октябре этого года.